да друзья вот мы и побывали в магазинчике а теперь мы едем обратно но уже по той дороге по которой должны были сюда приехать обжитое такое да надо сказать что при том что вроде бы и место мексиканская но магазинчик весь такой был белым за исключением ребят которые бутерброды покупали и тут же там на месте чтобы их скушать вот все остальные белые на суши тоже мягкие сосиски баварские сосиски мексиканцы принципе не могут делать они не знают что баварские нет делать они как раз могут они же их делают нет ну как они баварские сосиски не мексиканская это немецкая нет они может быть их не очень покупают этом это возможно но они и книги не мексиканс не мог свои свои какие-то кроме того здесь дорогое достаточно место то есть явно это не для не для людей среднего или там такого низкого достатка поэтому просто белые эстеты гурманы съезжаются сюда вон там то ли горит что-то то ли труба дымит смотри слева ты видишь это фаерплейс много дыма даже холодно это же дерево все в яблоках ты видела листьев нет а яблоки висят да и так же проезжали формы дерево за формой до дерева все в форме цвета зачем ты так уже сказал у форма значит форма вот какой красивый но прям как украшенные да слева ну-ка в чем что это 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 хурма до живого места нет действительно как гирлянда прям да все растет береза растет хурма растет сосиски делают надо быть чем баварские сосиски света продегустировать и сделать отчет творческий потому что может быть не знают что такое да друзья у нас завтра будут гости мы их отдельно снимем я надеюсь они мимо проезжают из сан-франциско в лос-анджелес или наоборот я не помню вот и они к нам завтра к десяти утра подъедут на пару часов и поедут дальше я на самом деле в нашем доме в этом санта-круз я себя чувствую как лев толстой потому что вот эта песня была где говорилось что в имении ясной поляне любил принимать он гостей к нему приходили славяне и африканцы различных мастей вот так можно сказать значит и и вот у нас тоже гости самые разные и мне хотелось прибить табличку на наш дом с надписью ясная поляна имение ну вот как-то не дошло до этого да конечно у нас цвета не такие красивые вот как чикаго да все таки ну там же похолоднее будет там разнообразие до суши яблоки вообще никто не собирает никто не собирает раз я еще соки и они не опадают 2 они опадают конечно попадают да ну просто вот маленький деревья лишь собраны все большое дерево как же ты сверху ну берут люди лестницу или трясут дерево или методом околачивания дальше такое околачивание когда ствол стучат и все падает слушает и такие вещи знают городской житель секвой так а я теперь понимаю почему говорят горная дорога там и ехали все всякой горной дороге просто мы как-то объехали не цивилизованно а тут вот дорога таки горная и я думаю что нашему зрителю эта дорога интереснее чем то по которой мы приехали ну мы показали это да мы должны были приехать по этой вот это давай это споем нет я я один туда не буду я словами скажу город изумрудный идем дорогой трудно видишь дожди прошли так вот маленький водопад и беседочка не на мидулов новая стоит такая красивая беседка да эти эти леса по которым мы сейчас едем друзья они интересны тем ох ты тут и ручей такой бурный эти эти леса интересны тем что здесь нет комаров хотя на самом деле там где вода обычно там есть то есть я не знаю видно или нет стоящего до потом засухи вот я уж там даже камеру так вот поставил да позавчера надо сказать нет это дает вчера дождись ночью дождь не позавчера но за вчера лил весь день лил дождь причем такой немаленький не слабый вот здесь же с горстью стекает и вот оно постепенно наполняется получилась такая речушка речушка слушай тут даже темно в этом лесу мне нравится что солнце не слепит нашего зрителя так в таком густом лесу если посмотреть на наш это вот лежит не снег это вот лежит это белье какой-то сушится не билет тоже новогоднее украшение ну да слушай какой этот дом прям как на кавказе где-то смотри такой наверх с такими балкончиками со всех старых это же он лампочками обвешен будет светиться в темноте я думаю что в этом лесу ночью наверное не очень приятно этой дороге совсем не приятно как там но люди которые все время ездят тут живут им наверно без разницы тут фонарей вот не не видать никаких фонарей нет но в лесу фонари зачем ну как потому что дорога парами люди светят зато есть эти блестяшки на разделительный есть есть блестяшки есть так что едешь фарами светишь на что мне даже та дорога больше понравилась папа простоте она немножко и нечего это якобы это но но здесь ты видишь действительно по горам едешь а там проехал все так здесь же интересно смотри тут как здесь конечно специфическая жили житуха а вот если вода в этом ручье поднимется выше ты затопить ты избушки тут сыраюшки да 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 похоже на домик в обе я согласен мохом заросла все мухом 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 мухами вспоминаю сного пушкира вот интересно летом то здесь все равно жарко здесь далеко то папоротники вот папоротники растут там но может быть сыра даже солнце не пробивает чтобы жарко солнечные лучи проникать летом летом а я хотел сказать что сейчас не это потом вспомнил что скоро новый год вот здесь вот как ты видишь нету полосы но сказать что сейчас не лето вот как нам мы с этим мы его сейчас обгоним тихонечко там еще поворот и мы быстренько обгоним мы быстренько обгоним так здесь за поворотом не видно что там планируется нет не видно ничего вот друзья так вот едешь рискуешь собственно жизнь так здесь должно быть направо тут две дороги точно налево пошла и на право наша правая из угол до такой что она односторонняя вообще шикарный садисынтики нет на пресса до конца подожди камеру я думаю как бы раз не долбанул кто не стоит ну послушай тут не первый едешь правда нет даже а все все вот теперь уже пошла разделительная ладно да вот это конечно этот ручей он подмывает от дорогу до поручей мы едем вдоль ручья то есть дорога на самом деле идет вдоль ручья я думаю что обычно ручей тоже есть просто может быть там не так много воды когда он близко совсем видишь дальше будет 1 полосная дорога вот мы сейчас как бы на однополосные и тут дорога мокрая обратим внимание дорога мокрая как будто разлили ведро воды она просто не не просыхает или там течет просто стекает слева а вот то что пожар ты говорил вот вот она видишь люди там пожар вот игру пожар домок один там партия какая-то там что-то но мне не видно друзья вот мы со светлой сидим рядом но она видит то чего не вижу я какие красивые высокие прямые деревья посмотрите мы заехали вообще очень совершенно та дорога не скажешь что рядом есть друзья вот так поедешь за сосисками попадешь в дремучий лес да 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 дремучий тут наверное и животные всякие водится типа там шакалов и козлов нет нет вот это только йодка йоды так тут еще может быть этот самый маунт онлайн упала дерево вот это дождей верится ну ничего серьезного тут не упало но тем не менее да ну мы так объедем уже счетом можно было выйти конечно и стряхнуть его туда вниз в качестве волонтерской работы такой но как-то мы поехали мимо у нас сосиски с собой на ночь что-то на навигаторе картинка такая ночная сейчас это правда я рад что вы даже не столько сосискам сколько вот этом замечательном путешествию там было цивилизованно здесь вот совсем дико это очень прикольно но сам прикольно что смотри все таки здесь давай тоже почтовый ящик или даже вот я хотел сказать вы тут стоит почтовый ящик и какие-то люди дорога дорога уходит туда куда-то на холмы какие-то люди здесь живут я не должен здесь дорого но вот такой вот самое интересное друзья судись недешево здесь не дешево конечно или так тут не очень дорого на самом большом участке у них можно купить дом в общем-то относительно Ну, относительно наших цен, немножко дешевле. Вот у нас даже номера домов. Да, да, на дереве. Причем не на столбе, а на дереве. Да. Во, люди живут. Но есть любители, которые живут вот в таких дебрях. Ну, конечно. Но мы всегда на них смотрели. С удивлением. Да, у нас был период жизни, когда мы тоже жили в горах. Но не таких, но не таких. Не таких пики, да. Но, по жертвам, немножко вы поняли, что мы все-таки хотим к цивилизации поближе. Мы люди равнины. Да, и мы спустились с холмов на дерево. Вот он как раз, видишь, течет уже ручей по асфальту. Да. Видно, что-то ему не хватает, и вот он уже прям... А, вот он, смотри, он с гор течет. С гор течет, да. С холма идет вода, и вот она не проходит сразу вниз, а так течет вдоль дороги потом. Ну, ладно. Что внизу, так она течет по асфальту. По асфальту. Да, я думаю, что... Такое ощущение, что кроме нас тут и нет людей. Вот как-то никто не встретился нам ни в том направлении, ни в этом. Но это прям как в Чикаго уже. И в Чикаго, в Мишигане, да, там едешь по дороге, и ты один. Да, вот прямо вот такая глухомания. А ты видела, там знак стоял, real estate, и там продают что-то. Ну, наверняка продают, раз ездили. Да, я теперь, я же не понимаю, с какой стороны солнце у нас нас слепит или что? Вот отсюда солнце. Справа? Да. Вот, похоже, мы выезжаем с этой хейзл-дэл. Так. Солнышко. Ну, давай я повернул камеру чуть-чуть. Я просто, важно, чтобы нас не слепили. Я поверну камеру чуть влево, чтобы солнышко... Вот здесь уже поля, видишь, уже леса кончились. У нас не слепило. Поля какие-то, накраденькие. Справа хорошее такое, лужок такой. Ну, там продается лужок этот. И он с загоном для лошадей, так, с барьерчиками. Так, ну... Нет, нас явно сейчас слепит солнце, это прям кошмар. Первый автомобиль, друзья, первый автомобиль на нашем пути. Нет, но здесь уже не дико. Здесь уже вполне такая равнинная дорога. Нету дикого леса, поля идут. Ну, тут вполне нормально все эти автомобили. Да, но на всем протяжении это был первый. Дорога та же самая. Ты знаешь, мне кажется, правильно ехать по той дороге. Там нормальная дорога со столб. Но здесь, Света, поскольку мы кино снимаем, то эта дорога, безусловно, представляет больше кинематографического интереса. Ну, вот опять продают. Видишь, все эти поля на продаже. Релостей. Да. Хорошо. Видимо, направление дороги поменялось, раз солнце у нас теперь в лоб. Правда? Ну, наверное, да. Она говорит, что поврежденная штормом дорога впереди. Да ты что. Это уже приключение. Да. Или будь осторожен. Там видно, ее уже закрыли. Написано на знаке, что одна дорога без, как сказать, prepare to stop, говорит. Ну, сегодня суббота. Если там кто-то навстречу пойдет, то... Да, ну, просто сегодня суббота. Вряд ли там ведутся какие-то работы. Просто, если она повреждена чем-то, то переходим... Ну, посмотрим. Может быть, еще наши приключения на сегодня не закончились. А может быть, только начинаются. Так, вот остановились. Остановились. Ну, едем дальше. Едем. А, а вот с этого места, видишь, нет... Нет, он и есть разделительный. Ну, вот маленький кусок. Вот сейчас, да. А, вот просто действительно обвалится кусок дороги. Где? Ну, вот это, что он обвалился. Там была такая же дорога. А, это поэтому... Да, это вот и есть демидж дорога. Понял, понял. Ну, демидж оказался не таким страшным. Нет. Поскольку машин нет, мы благополучно преодолели это препятствие. Едем дальше. Метров пять было препятствие. Ну, всякое бывает. Ты помнишь, что мы видели на океане, как провалился кусок дороги? Да. Пешеходный тоже. Вот так, друзья, в горах-то жить. И качество дороги, конечно, оставляет желать лучшего. Это не федеральный хайвей, конечно. Ну, это не частная дорога. Это, конечно, государственная. Ну, естественно, да. Тут и сели могут быть. И вот это вот все обваливается во время дождя. Это же даже такие вещи на 17-м. Деревни могут упасть. Он справа стоит. Смотри, как они. Да, вот подмилы поднимем. Они могут по следующим дождям просто рожать и все. Да. А вот здесь вот наползло. Да, тут наползло. Ой. А как только люди живут, понимаешь? В этой стране, это непонятно. Дорога, вот мне не хотелось бы здесь жить точно. Ой, смотри, вот там вот что-то такое. Где-где? Вот здесь тоже обвалится кусок дороги. Бревно лежит из-за чего. Да. Ой, ой, ой. Слушай, а где мы вообще? Да, вроде там был более длинный путь, да? Но он такой был цветовый. Мне кажется, что мы не должны были бы ехать так долго по такому странному месту. Да. Чтобы попасть, собственно, нам... Тут до хайвейт не так далеко было, по которому мы приехали. У вас тут тоже, думаю, быстрее доехали, да? Да, мы очень быстро ехали. Да, потому что здесь медленно едешь. А куда мы едем, я не помню. Так. Old Hazeldale. Окей. Вот так, друзья, едешь, еще не знаешь, куда приедешь. Тоже бывает. Так. Да, друзья, сколько ниточки не виться, а концу быть, как говорит пословица. Как интересно, поля там покрыты тряпками. А что там? Ну, не знаю, поля, наверное. Это поля, наверное, да. Слева. На холмах там засеяно. И... Поехали мы в итоге на первый хайвей, с которого и начиналось наше приключение. Вот указатель справа, вы сейчас видели, написано Санта-Круз 14 миль. Вот. И... Да, да, Света, да. А нам показывают 17. Нам показывают 17. То есть мы вышли тогда, видно, еще раньше, чем это было. Не знаю, где вышли, но попав на первый хайвей, друзья, заблудиться вы не сможете. Да. То есть вы уже приедете куда надо, с нормальной скоростью, там, гарантированно. И вас не будет мучить вопрос, где же это я? И как я тут оказался? Так что на этом мы, наверное, заканчиваем наше дорожное приключение сегодняшнее. И с вами прощаемся. Хотя, сам по себе первый хайвей тоже, конечно, живописный. Но хайвей, он и есть хайвей. Поэтому... Ну, сейчас мы вот на макушечку тут заберемся немножко, так, чтобы было видно вниз. Давайте. Последний какой-нибудь красивый кадр. И на этом красивом кадре, если будет, мы с вами и простимся. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну да, особой лепоты не наблюдается, но какая-то перспектива есть. Вот, с учетом перспективы, мы прощаемся с вами.